Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Муслим Муслимов. Мы пишем это интервью для одноименного канала в виде подкаста. Сегодня у меня в гостях хороший мой друг, выдающийся человек, мудрец, независимый китайский востоковед Брянислав Бряниславович Иногородовец. Восточный китаевед. Восточный китаевед. Китайский китаевед. Китайский китаевед. Вот тут диалоговое окно, как говорится, раскрывается. И сразу переходишь к 48-му вопросу. Хороший. 48-й самый важный, кстати говоря. Вообще вот то, что у нас сейчас происходит в мире, то, что происходит у нас в умах, в сердцах, в телах. Я как доктор хочу задать ряд вопросов, которые будут исключительно по медицине. Как вы к этому относитесь? Как относиться вообще к миру в этой истории? Это же созерцание, фактически. Это созерцание, которое мы сейчас видим. И которое, по большому счету, при неправильном восприятии, дает очень серьезное отклонение физиологического, анатомического даже иной раз плана. Это правда. Если ты ничего не можешь сделать, спокойно относись. Если можешь делать, относись спокойно и делай. Ну, конечно. Услышать, спокойно относись от человека, который знает 9 языков, перевел не один трактат и огромное количество книг, и вообще в целом является даже устазом с точки зрения мусульманской культуры. Просто быть спокойным. А если раскрыть этот термин, как вы считаете? Спокойствие, это же фактически свойство ума. Спокойствие, я бы сказал, состояние сознания, я бы его так назвал. Ум, он там все время суетится что-то и пытается находить ответы на несуществующие вопросы, которые он сам себе выдумывает. А состояние сознания прозрачного покоя — это когда ты понимаешь, что, с одной стороны, все абсолютно предопределено в этом мире. Если ты чувствуешь, что ты можешь сделать какое-то дело для улучшения какой-то реальности, подумай три раза, а потом сделай. Вот если говорить по поводу восприятия вообще реальности мира и отношения через духовные практики, через еду, через физику, какие бы вы основные рекомендации дали в этот непростой период тем людям, которые сейчас нас будут слушать? Мне кажется, каждый человек должен освоить какую-то дыхательную практику, потому что успокоение, да, успокоение особенно эмоционального фона, возможно только через дыхательные практики, активные реально, чтобы сделать какое-то действие, когда тебя нервяк забивает какой-то, да, и там начаешь тревожиться, беспокоиться о чем-то, значит, как-то места себе не находишь, то здесь нужно сесть и подышать или подвигаться и подышать, скоординировать свое дыхание, да, желательно его собрать там в животе. Тогда ты прямо сразу почувствуешь как-то себя спокойнее и возвращаться к этой практике постоянно. Ну, по большому счету, есть несколько практик, если брать с точки зрения классической медицины из серии вдохните-выдохните одной назрой по очереди в следующей и смотрите на кончик носа или там... Ну, это йога такая. ...внимание, да, там... Если говорить о наших отечественных, наверное, нужно привести Романа Корловского, это человек, который там долгое время занимается дыханием, дыхательными практиками, в целом, и Вимхов. Это техники дыхания, в принципе, они доступны, это техники задержки. 30 раз дышишь, и потом задерживаешь на минуту, полторы, две, там, до пяти минут. То есть любой осознанный подход к дыханию, имеется в виду активное созерцание, наблюдение и усилие, потому что, чтобы его отстроить, успокаивает. Если переключиться, сейчас немножко оттянем по теме физики и еды, если переключиться на формат пробуждения биоритмов. Мы не раз с вами обсуждали тему о том, что биоритмы наше всё, и вы каждое утро продолжаете вставать в 3.30. Сегодня в 3.45. Что вы говорите? И вчера в 3.45. Я как чувствовал. Я продолжаю вставить в 3.30, а встав в 3.45. Как удается, во-первых, чем вы себя занимаете в этом плане? То есть это же надо реально системно занимать себя. Ну да, конечно, нет, я сразу делаю практику. Как раз, собственно говоря, это и есть единственный мотиватор, который позволяет просыпаться. Я делаю практику, и делаю её довольно долго. Я её обычно заканчиваю, ну, получается, в 6.30 я её заканчиваю. Вот постоянно что-то? В 3 часа, получается, она занимает у меня времени. А потом ещё, а до какого-то там, я часам к 8 утра делаю какую-то рассылку людям, которые... Да-да-да, мы каждое утро... Да-да-да, поэтому, собственно говоря, у меня какие-то есть ограничители, позже которых мне приходится ускоряться. Это самое... то, что я больше всего не люблю. Постоянство — признак мастерства. По большому счёту, это система. Я подключён уже к вашим рассылкам, наверное, ну, больше полгода, даже где-то около года. Год же около года, да. Доброе утро добрым людям. Да-да-да, но несколько лет я это делаю. Я думаю, вот будет же день, когда он пропустит, а он не пропускает. Но это может случиться, скорее всего, вот, может, на перелётах это случается когда-нибудь, как ты в Америку летишь, или там, и то, но, в принципе, я не помню, чтобы я пропустил. Да, я вот тоже не помню. Каждое утро я читаю, думаю... И сегодня вы написали по поводу созерцания мира. Да-да-да. Значит, новый взгляд и так далее. И это настолько системно вдохновляет и стабилизирует, между прочим. Вот, по большому счёту, стабилизация сейчас нашему миру не свойственна. И я, например, как доктор, когда вижу на приёме людей, которые полностью разбалансированы как внутри, так снаружи, которые просто не знают. Они приходят к доктору от безысходности, от недостатка информации по поводу вот просто стабильной истории. Фактически к доктору приходят поговорить чаще, нежели чем с тем или иным заболеванием. И мой вопрос следующий здесь. По большому счёту, врачи лечат заболевания, но здоровье мы зарабатываем самостоятельно. Слова великого Амосова. И те практики, которые вы пропагандируете, они фактически влекут системную модель в получение здоровья. Как вы к этому пришли и как к этому прийти нашим любознательным слушателям? Мне кажется, что китайская культура в основе которой лежит понятие здорового долголетия и практик, который называется питание жизненной силы, яншен, питание жизни, воспитание. Она тебя движет в эту сторону. Тебе невозможно обойти эти вещи, потому что они проходят совершенно через все вот эти вот лабиринты, чистоколы движения человека по жизни. В принципе, вот у меня такое очень устойчивое ощущение, что если ты делаешь правильные движения, то там ты увеличиваешь срок, длительность своей жизни в конце. Почему? Очень трудно себя смотивировать. Она у тебя увеличивается не здесь, ты же хочешь результата быстрого, да? Она у тебя увеличивается срок и качество, ее в конце, что самое важное. И чем больше ты это делаешь, тем больше ты продлеваешь, и тем более качественно ты там выйдешь на самую важную точку своей жизни, ухода, точку ухода, да? И это является очень важным мотиватором. Я довольно молодые годы еще я понял, что единственное, что я хочу здесь достичь, это абсолютного знания. Как ты, раз уж я сюда попал, то мне очень захотелось с этим разобраться. И это неизбежно должно было привести к тому, чтобы выяснить свои отношения с телом, да, которое часто абсолютно игнорирует твои там добрые намерения и хорошие побуждения, значит, типа, оно говорит, слушай, а я на ночь хочу пирожное или котлету. Вот, вот. Хочет гастрономического оргазма. Да, 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 ну, в лучшем случае, а то еще чего, понимаешь, какая штука. Всякого много чего оно все время хочет, и чаще всего в силу того, что оно разбалансировано и рассинхронизировано, оно, бог бы с ним бы хотеть, но, к сожалению, часто очень не вовремя. Обычно, когда человек уже наполнен, а тут ему еще хочется добить чем-то, да, или когда у него еще там это не переварилось, не уложилось, а он еще хочет туда добавить. Это все сбивает в конечном счете вот эту вот тонкую настройку человеческого тела. А я вот себе человека представляю, как огромное количество таких жидкостно-газовых пузырей, которые соединяются какими-то клапанами, и там, значит, вот посредством биохимии вот эта вот среда меняется, да, там, и невероятно тонкие процессы с какими-то электромагнитными колебаниями, там, вот это вот все, вот, когда туда погружаешь, такой пелевенский взгляд, знаешь, так. Однозначно. Да, и мне очень нравится этот взгляд, хотя, ну, другие мне тоже нравятся, но вот это жидкостно-газовые среды, которые там, и если у тебя что-то чуть-чуть ломается, какая-то мелочь, она начинает идти, идти, идти накапливаться там какой-то. Вот почему, например, китайцы все время борются со слизями в организме, да, вот, мокрота, вот, мокрота, один из самых таких неприятных моментов, я вот последнее время очень мало молочкой употребляю, сказать, что я совсем исключен. Ну, мне кажется, отказались практически. Я, ну, я не фанат так, что, в принципе, там, я вот из Дагестана привез сухого сыра, так я его ем, понимаешь, мне он нравится, да, там, но так просто я его не ем, сыр, молоко не употребляю, по причине того, что я ощущаю, что слизи много в организме, мокроты, а мокрота забивает каналы, а каналы забиваясь, теряешь ты чувствительность в конечном счете, а так как у тебя единственный инструмент, который есть для правильной навигации в этом космосе этого времени, это твое тело, то лучше всего к нему относиться очень внимательно, да, его как бы не ломать без нужды, не перенапрягать. Ну, вот отношение людей вообще к физиологии, к анатомии, ну, помимо того, что многие не знают просто, мы так же, как и в школах не изучаем финансовую грамотность, глубоко не изучаем физиологию, по большому счету, все это происходит императивным путем, это у меня есть хороший наставник, он говорит, Муслим, я вот ссылаюсь на одну из статьй, я согласен там с автором, который приводит пример о том, что люди, у которых есть в друзьях доктора, они живут просто дольше, просто вот статистически это американские исследования, и только потому, что там есть советы, есть обучение, вот и так далее, и фактически мы сейчас стоим на пороге развития нутрициологии, различного рода таких, я бы их, допростят меня коллеги, назвал парамедицинских, так скажем, наук, которыми занимаются уже не врачи, но которые занимаются как раз специалисты, которые хотят, так скажем, внеиндустриальной части понять и получить лучшие знания для работы с собственным телом. Вообще, как вы к этому относитесь, к нутрициологии как таковой, насколько термин понятен, да, из моих уст? Понятен абсолютно, значит, а я, слушай, я вспомнил, я же когда-то издавал несколько лет журнал «Тсигун», и самая главная информация, которую я, значит, оттуда помню, где самая большая продолжительность жизни в России, в центральном округе города Москвы. Это статистика, это очень круто, да? Значит, а теперь к нутрициологии, понимаешь, какая? Ну, нутрициология, несомненно, понимание о том вообще, как питать себя, как питать себя конкретно, и это не только чисто пищевые продукты, потому что это и информация тоже, конечно же, причем разделенная по каналам, звуковая, слуховая, там, обонятельная, осязательная и так далее, да. Как питать свое внутреннее состояние, то есть, в первую очередь, это наука о питании своего внутреннего состояния. Вот в китайской медицине есть вот это понятие ба-джен, восемь синдромов, значит, это, значит, свет тьма и ньян, это пустота, полнота, это жар, холод, и это сухость, влажность, да, вот эти вот истории. Значит, и вот видеть в себе, как меняется вот это, и в этой восьмерке, это такая волна идет, которая постоянно, то есть, и сохранять ритмику опустошения, наполнения света и тьмы, холода и тепла, это вот и есть внутри циология, по сути дела. Ты знаешь, и с годами, если ты на самом деле действительно делаешь какие-то усилия, потому что, чтобы научиться выбирать правильные продукты, ты, в конце концов, долгое время требуется, но ты научаешься, ты чувствуешь, что вот, я, например, очень люблю черный перец, знаешь, ну, вот черный перец, просто молотый, ну, свежий, свежий там у меня такие мельницы хорошие, но вот я в последнее время его почти не употребляю, а потом раз я читаю, там, осенью перец, лучше не употреблять, потому что сухости много, понимаешь, он сушит. Опять же, вот эта вот сезонная тема, понимаешь, вот я чувствую, что сейчас невероятно хорош виноград, причем так такой, вот, ну, как бы я очень разморчив к винограду. Виноград, например, хороший, вот это вот свежая курага, значит, в Дагестане сейчас все везде заказывают только компоты с свежей кураги, понимаешь, типа свежие, потому что пищеварение, знаешь, типа там, вот эти вот сезонные овощи, знаешь, вот как-то, то есть ты в какой-то момент уже начинаешь, не то, что ты прочитал, а тебе хочется, понимаешь. По сезону ты серфишь, вот по-моему. Да-да-да, ну, вот с мандаринами, вот как бы, да, эта история, ты вот прям в какой-то момент чувствуешь, что уже все, вот мандарины они идут, да, а сейчас вот ближе к зиме, вот сейчас они пойдут, их сезон, да, там появятся хорошие мандарины, появляются тогда, то же самое с клубникой, вот клубника, когда не по сезону, когда она не с грядки, вот она, ее не хочется, понимаешь, типа вот, вот как-то так. Ну и потом, видишь, я в деревне живу, вот я смотрю, когда там земляника зреет, а грибов, типа, в этом году вот не было, вот сейчас только появились там у нас. Сейчас грибов достаточно. Да-да, ну, сейчас пошли, потому что были дожди и теплые дни, видишь, какая-то, и ты, да-да-да, и ты вписываешься тогда в ритмику, ты отслеживаешь тогда природу, и этим ты себя тоже питаешь, и это тема воздуха вообще как такового, которым ты дышишь, знаешь, мы ездили там в одно место под Ржевом как-то раз, значит, с Эльзой со своей, Ржев, это вообще такие места тяжелые, там миллион двести в войну погибло, понимаешь, типа, там, как бы ты туда заезжаешь, и я потом возвращаюсь к себе в эту деревню, и я чувствую воздух другой, понимаешь, и им хочется дышать. Я заметил, вот, обязательно должно быть такое, такой ареал вне мегаполиса, где можно восстанавливаться. Потом у нас же еще баня. Э, баня, это что? Баня, это же вообще главная дыхательная тема, и эта технология. Я абсолютно подтверждаю на собственном опыте, да. И это же технология как раз баланса, поддержание баланса между холодом и жаром, опустошением наполнения, вот как раз вот это. Ну, вам туда траву нужна хорошая. Отстраивание баджен обязательно, я знаю, кто мне их подгоняет. Есть такое дело, вот, есть выражение, говорит, окружение свое выстрои. Ну, например, хочешь спортом заниматься, сделай пять человек, которые вокруг тебя будут спортсменами, и периодически с ними встречайся. Хочешь разбогатеть, общайся с людьми, которые прошли этот путь и уже являются состоятельными. Вообще, как вы относитесь к обмену энергии, в целом, и как он происходит, этот обмен энергии, и насколько пример, который я привел, он реально работает? Мне кажется, он работает, ну, конечно, с оговорками, с определенными, да, потому что там можно там общаться со спортсменами и не заниматься ничем, ну, это так же там быть среди богатых людей, ну, официантом, понимаешь, типа там неудачным причем, как таковой. Но в целом, в целом, если у тебя есть цель какая-то, идешь к этому, да. Я даже, у меня есть один там хороший очень друг, который там достаточно состоятельный, сильный, значит. Вот он говорит, я когда хотел это сделать, вот я вот тоже начал перенимать привычки богатых людей, там, я пошел записался на большой теннис, там, знаешь, типа, начал ходить в какие-то там дорогие рестораны. Но это такая внешняя история, и если ты хочешь что-то делать, здесь, конечно, ведь ты хочешь достичь чего-то для чего? Для того, чтобы в конечном счете что-то узнать в себе про себя, понимаешь? И гораздо эффективнее это происходит, когда ты действительно научаешься направить взгляд в эту точку, да, с тем, чтобы узнать в себе про себя. И суть тогда не в том, что ты рядом с богатыми людьми, да, а суть в том, что ты начинаешь понимать поток прохождения энергии через ареал твоего обитания, да, это там, вот, как нужно ее встречать, как надо ее провожать. То же самое и со всеми остальными вещами, да, вот энергия в тебя вошла, как ты ее принимаешь, типа там, ой-ой-ой, какое время тяжелое, страшное время, понимаешь, какое время горожее, собственно, интересное время возможностей, кризис, понимаешь, освобождаются территории, поляны, если у тебя есть какие-то цели, занимай, понимаешь? Восприятие. Да-да-да, восприятие, но здесь себя же не обманешь, это по-настоящему, это должно быть качество такое восприятие, типа там, или что-то у тебя ушло, там, потерялось, ты упустил какую-то возможность, слава богу, освободило место для чего-то лучше. Ну, то есть, осознанно, легко, спокойно, непринужденно, умиротворенно, с обязательно заделом на точку в будущем. Да, абсолютно верно, но ты же идешь в это будущее все время, да, и ты отслеживаешь это, вот как видоискатели, ты там куда-то движешься, и, конечно, ты смотришь, ну, а в будущее там у тебя одна единственная точка, которой тебе точно надо пройти. Если говорить об абсолютном знании, что это для вас, как вы к нему приходите, ну, судя по тому, что практики постоянные, судя по тому, что вы имеете определенную школу, а в моем понимании, например, что мастера красит ученики, которые за ним идут и которые составляют его школу. И получается так, что, когда я приглашал вас на эфир, вот, и огромное количество людей в моем окружении знало и формировало даже вопросы. Я понимал, что часть умов этих людей, моих друзей, занята анализом ваших диалогов или анализом вашей жизни, по большому счету, принципов жизни, да. И здесь вопрос заключается в том, что как вот в этом ключе, в коммуникационном ключе, выстроить таким образом, чтобы росла школа, есть формат самореализации, есть системные практики и еще есть доступ к абсолютному знанию. Ну, абсолютное знание, вот оно когда наступит, тогда и наступит, тогда о нем мы поговорим. Пока оно не наступило, оно не абсолютное. В этом и суть-то, да. И это не важно, сколько ты там чего узнал, да. Вот абсолют, это какой-то переход к какой-то границе, когда действительно все становится прозрачным. Я верю, что это возможно, да. И вот не терять веры в то, что однажды-таки тебе придет, вот это вот самое главное усилие. Это первое. Второе, значит, для того, чтобы у тебя появилась какая-то школа, да, ты никогда не стремись эту школу сделать. Ты просто стремись к этому знанию. И я вот не считаю, что у меня есть какая-то школа. Я иду своим путем, понимаешь, типа там. А что там по ходу дела? Наверное, я поднимаю какую-то волну, в которую попадают там бедные, незащищенные люди, которым куда-то тоже надо, которых тоже увлекают. Я ему это передам. Да, 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 увлекают в этом направлении, потому что, понятное дело, я с радостью делюсь там и люблю на вопросы отвечать теми какими-то знаниями, которые у меня есть. Конечно, есть какие-то знания относительно, они приходят, это в основном, для меня это все связано с регулированием своего тела и состоянии сознания, да, вот там все знание находится, да. Но для этого нужно быть в безмятежном ясном состоянии, которое ни в коем случае не устремлено ни на какие достижения. То есть выражение цели формируют средства и восприятие? Ну, скорее, мотивы формируют все остальное. А мотив у тебя должен быть направлен вовнутрь. Если мотив направлен вовне, вот если я думаю, что вот я сейчас построю школу, у меня будет много таких учеников, они будут хорошие, влиятельные, значит, они будут решать мои там вопросы и проблемы, значит, я кончен просто, Аня, никакая не школа, понимаешь? Или я просто иду своим путем, иду своим путем, созерцаю эту жизнь, а что там вокруг происходит? Что-то происходит. Кому-то кажется, что он ученик, понимаешь? Кому-то, не дай бог, чтобы мне показалось, что я учитель. Интересная история. Я анализировал, как вы общаетесь с контингентом людей, которые старше меня, с моим контингентом, так скажем, возрастным, с людьми, которые младше, очень младше, так скажем, там, 16-18 лет. И даже анализировал, как вы общались с моим пятилетним сыном. Я смотрю, думаю, как ему удается? Он на всех уровнях, значит, находит четкие слова и коммуникацию в рамках разделения той проблемы, которая есть даже у пятилетнего Давида, к примеру, да? Вообще, вот это восприятие, как оно удается, по большому счету, вот это вписывание в идеологическую составляющую, это комплементарный формат настройки коммуникации. Насколько это системно у вас, ну, я имею в виду осознанно, так скажем? Или это происходит абсолютно самостоятельно, без какого-то задела? Мне кажется, что это связано с опытом, да, собственно, где приходится, и внимательностью к людям. Когда тебе, наконец, удается постирать, стереть вот эту вот свою ячность сильно, да, и ты, у тебя получается вглядываться в людей, да, вот тогда, наверное, ты адекватно и коммуницируешь с этими людьми. Товарищ Сталин как-то один раз сказал, говорит, проблема не в том, что люди умирают, проблема в том, что они умирают иногда скоропостижно. Мой вопрос. Почему в целом люди так мало живут? Ну, потому что очень мало занимается жизнью. Все время подавляющее большинство людей тратит силы на какие-то выдуманные проблемы, а реально живущих людей очень мало. Длительность жизни определяется вот этой вот длительностью своих усилий, потому что бы жить. А если говорить о предугадании будущего, ну, все хотят заглянуть на день вперед, на год, на десятилетия, понять. Ну, то есть, я думаю, если бы была возможность у человека заглянуть в тот период, когда он может умереть, он, наверное, поменял бы свои мотивы отношения к жизни. Вероятно. Это значит. Я знаю, что у вас есть несколько секретов, и вы открываете их только склоненно перед вами. Это стихи низами. Но если говорить по поводу будущего, насколько вот будущее можно предсказать? Ну, будущее предсказать можно. Совершенно очевидно, что будущее можно предсказать, если ты опять идешь правильным путем, в этом нужды нет. Идет и идет. Идет и идет, да. Вот у тебя одна волна пришла, другая пришла. Значит, вот я себе вижу. Вот я, вот на меня идет фронт времени такой, знаешь, типа, там, и в зависимости от того, в каком я состоянии, я могу смещаться по этому, вернее, этот фронт может смещаться относительно меня, знаешь, типа, два таких ползунка. Раз, здесь вот плохо, здесь гроза, значит, а во мне там тревоги, негодование, значит, плохие мысли о плохих людях, значит, появляются плохие люди. А я сюда выхожу, понимаешь, типа, а здесь нормально, здесь солнышко, как-то так. Ну, иногда и в грозу надо попасть, там, дело-то такое, там, для тренировки. Но здесь даже дело не в предсказании, а в понимании того, что есть закономерности того, как будущее движется на тебя, и умение рулить в этом будущем тонко. Это как вот этот wake surf такой, да, значит, вот такой, когда ты идешь по этой волну, когда ты волну ловишь. Я вообще очень много соотношу вот это вот time surfing такой, вот жизнь, это такой серфинг во времени, когда ты понимаешь, что волна такая идет, плыви по этой волне. Я ранее говорил как-то в диалоге, мне удалось пообщаться с представителями китайской медицины, и тоже во многом то, что вы говорите, да не во многом во всем, схожесть абсолютная. И коллеги-медики из Китая, они говорят что? Что есть иероглиф времени, ну, если брать вот технологию китайской вабадзы, так скажем, есть иероглиф времени, есть иероглиф индивидуально у каждого человека, иероглиф места, иероглиф сообщества, иероглиф цели. И, грубо говоря, вот когда этот код подбирается, пятеричный, тогда у тебя, грубо говоря, ты начинаешь серфить, вот там, системно. И, в принципе, по большому счету в нашей, значит, идеологии европейской, есть люди, которые не ошибаются, или ошибаются минимально, или которые себя нашли, но при этом, при всем, вот при моем анализе, они не осознают эту историю, ну, то есть они знания передать эти точно не могут. Они просто императивным путем, интуитивно дошли до некой парадигмы, которая позволяет им таким образом серфить. И ты смотришь на протяжении определенного времени, так как за этим нет научной базы, или нет базы, при которой можно предсказать ошибки. Раз смотришь через 10 лет, оп, выпал. Там где-то подскользнулся. Если повезло, то встал. Если не повезло, то все, унесло. То есть не до серфинга. И, по большому счету, здесь возникает логический вопрос, как прийти к школе, к системной школе, и к какой школе созрел наш человек, так скажем, наш российский. Почему задаю вопрос этот? Потому что я тоже анализирую ваши реализации в сети. Интернет, в Телеграме, там, продукты, которые вы выдаете сейчас, люди, которые к вам приходят, вопросы, которые фактически вам задают на мероприятиях. И они все выше и выше. Ну, то есть школа-то разрастается, по большому счету. Я понимаю, что вы скажете, что это не ваша первоначальная цель, да? Но в целом, готова ли та парадигма, которую вы несете через вот такого рода каналы, к минимальной гарантии успеха при условии того, что люди слышат, делают, практикуют, так скажем, переделывают, если находят ошибки? Мне кажется, просто время хорошее сейчас для того, чтобы задуматься о времени, да? Действительно, многие вещи, которые случаются в современном мире, современными людьми, они вроде как чуть-чуть оглядываешься назад, и они были абсолютно предсказуемы. То есть неизбежно должно было случиться то, что случилось, да? А когда ты глядишь в будущее, ты не понимаешь, во что это может разрешиться. И это связано с тем, что у тебя нет вот этой вот прокладки знаний, да, вот которая позволяет тебе вот фильтр поставить и начинать видеть, как лучи вот это твоих намерений сталкиваются с лучами вот этого времени, которые приходят. Это вот что там, какие узоры образуются в результате, да? В развитии же все равно произошел толчок мощнейший в изменении состояния сознания у людей, да, в результате вот этой вот кибернетической революции сознания, да, в результате того, что, значит, появились смартфоны, и люди погрузились в эту технологию адаптации своего сознания под какие-то другие волны. Как какие-то огромное количество программ, возникают какие-то глобальные там проекты, типа там бигдата какие-то, вот эти, значит, биткоины появились. И это все есть признаки времени как таковые, да? И поэтому люди сейчас начинают слышать, что время важно, по крайней мере, да? И на самом деле существует, в данное время существует единственная сохранившаяся система описания времени и работы с временем. Это вот, по сути дела, традиционная китайская медицина во всей ее полноте, значит, с добавлением туда книги перемен, добавлением туда каких-то там других областей знания, значит, календаря обязательно совершенно, это отдельная система, да, вот прогностических техник, потому что диагностика в китайской медицине, она тоже абсолютно неотделима от прогностики. И поэтому, конечно же, если ты хоть чуть-чуть ее изучал, ты понимаешь, что она чисто хрономедицина, что-то там время нельзя удалять. И ты начинаешь понимать, что окей, время работает, да, как таковое. То есть это вещи, которые не требуют доказательств, а с другой стороны люди еще часто попадают в безвыходное абсолютно положение, то есть им надо принимать решение, а у них совершенно нет для этого никаких оснований, понимаешь? Типа, вот я делаю эти прогнозы ежедневные на пактике перемен, являются ли они прогнозами там для каждого, кто их прочитал? Я считаю, что да. Потому что он тебе все равно дает некую такую точку сборки, да, в которой ты можешь простроить, он дает тебе системную какую-то вот такую, системную матрицу, в которой ты можешь простроить свое бытие, а что там у тебя бытие? От пяток до верха там у тебя шесть сочленений базовых, понимаешь? Типа там, как говорят китайцы, пять органов, потрохов, значит, шесть, всего немного, там 12 каналов, меридианов, четыре конечности. А как можно подключиться к этой практике? Ну, конечно, надо делать секунды. Нет, я про доброе утро. Это минутка реклама. А, ну, доброе утро. Есть в Телеграме, канале там, да. Канал Телеграм, заходим через... Да-да-да, в Найки, да. Ссылочку оставим под видео. Если возвратиться цигуну, восемь кусков парчи. Бадуан-дзинь, да-да-да. Как вообще к этому относиться? Цигун, мне кажется, можно понять после трех лет практики. Цигун, но в всем случае мастера такие в основном говорят. И вот здесь, наверное, нужно отдать азиатским странам от, я не знаю, Вьетнама, Кореи до Китая огромное количество просто людей, вне зависимости от возраста, присутствуют на площадках и тренируются на спортивных. У нас, так как в Москве, безусловно, появилось большое количество уже мест, где это можно делать, так скажем, которые удобные, комфортные, но все равно нет вот этого тренда, который бы зародился системно, так скажем. Нет традиций, нет традиций, но она потихонечку, потихонечку она все равно вырастает, как-то по чуть-чуть, там, с одной стороны, воркаут появился, да, вот эта вся история, да, и там тоже многие люди вокруг этого тоже делают эти практики. Но постепенно надо воспитывать, запускать информацию о возможностях. Люди, знаешь, как в том анекдоте, что можно было, эти люди просто часто не знают, что просто можно было выйти и заниматься. Да, и фактически это же коммуникационный формат общения, особенно пожилым людям, когда они уже замыкаются в себе, у них нет возможности коммуницировать так, как нужно, или коммуницировать с узким кругом, и фактически те бабушки, которые чаще всего находятся перед подъездом, да, могли бы системно, так скажем, хотя я это не представляю, я вот сейчас... Сложно. Да, сложно, но... Видишь, здесь еще проблема, вот у нас, по крайней мере, какая серьезная это существует, она существует в том, что на протяжении долгого времени было абсолютно нарушено, значит, извращенное отношение к старости, как таковой, да, значит, и тема старый человек подразумевается, что это обычно, если не выживший у Изума, то, значит, обремененный огромным количеством болезней, значит, доживающий какой-то свой век, плохо думающий, потому что вот в течение долгого времени, когда ты приходишь на радио или на телевидении, и говоришь, вот расскажите так, что было бабушкам на кухне, понятно, понимаешь, вот это вот, я думаю, что что такое говоришь, там, бабушка на кухне-то твоя мама, скорее всего, там, какая-то, да, там, значит, ну, не право это, да. И это было связано, на самом деле, с этим огромным экспериментом под названием социализм, там, он же сознанием производился, когда мы наш, мы новый мир построим, все старое это плохое, отжившее, да, вот, когда люди не думают о том вообще, как и что определять, это очень сильно повлияло. Вот сейчас при всем при этом идет восстановление каких-то иных, что ли, позиций, правильных, да, на самом деле, там, я считаю, что наоборот, чем ты становишься старше, тем более здоровым, спокойным и ясным ты должен быть, тем более, там, повышается твоя продуктивность, работоспособность, если ты делаешь правильные действия, да. Ну, и мудрость в целом, то есть, вот пример кавказского долгожителя, да, когда Ширалий Муслимов, между прочим, есть такой товарищ, который дожил до 156 лет, если не ошибаюсь, и погиб только тогда, когда приехали журналисты снимать интервью и попросили его проскакать на лошади, он проскакал, лошадь, значит, подвернула ногу, он упал с лошади и через определенное время скончил. Да, 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 журналисты забьют любого. Вот, но если говорить о восприятии жизни вообще, вот как вы лично пришли к тому восприятию, которое у вас есть сейчас, фактически именно это восприятие дает возможность таким образом серфить, анализировать, систематизировать процесс. Ну, опять, это же опять мотивация, значит, меня не устраивали расхожие ответы на мои вопросы. Вот. Ответы на вопросы, в чем смысл жизни, что здесь вообще надо делать, что есть ценность, да, вопросы фундаментальные конкретно, да, что такое ценность вообще, почему люди считают ценностью то, что ценностью не является, они считают ценностью то, что ценностью является. А что, например? Ну, однозначно деньги не являются ценностью, да, значит, на самом деле, а ценностью являются те переживания, с которыми ассоциируется возможное там манипулирование с денежными знаками в семантических полях, я бы так сказал, да, по сути дела. Точно так же, как и… точно так же, как вообще ничто не является ценностью в материальном мире. То есть в материальном мире все предметы одинаково бесценны и одинаково малоценимы, по сути дела. Только внутреннее состояние придает всему ценность. Как таковое внутреннее состояние. и в разных контекстах все, что является ценностью, может этой ценностью и не быть. И сейчас мы перейдем на ключевой вопрос «Голова барана». Да, да, да. Я вас для этого и пригласил. Да, 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 я пригласил, я знаю, я чувствовал ловушку, да-да-да, но я поддорожился. Да-да-да. А я сразу помню этот анекдот чудесный, когда двое приземлились, не будем называть национальности, все и так угадают, значит, вот эта, значит, вынужденная посадка двое осталась, и, значит, у одного с собой сало, значит, лучок, цебули, а у другого слиток золота, значит, и он говорит, слушай, давай, дружище, с тобой в базар поиграем, ему кушать хочется, значит, как будто ты бутерброды продаешь. Давай, хорошее дело, давай сыграем в базар, значит, подходит, слушай, а сколько у тебя стоит бутербродик? Слиток золота. А почему так дорого? А вы походите по базару, может, и дешевле найдете. Согласен, есть такая история. Если говорить о нефрите, по большому счету, да, и о предметах, и о ценности этих предметов. Хорошо, я готов подвинуться. Я знаю, я знаю. Но очень мало. Вот понятие много-мало, это же дискуссионный формат. Очень относительный. Вот если говорить о вашей любви к нефриту, по большому счету, наверное, вы являетесь основным проводником нефрита. Я после знакомства и встречи с вами тоже пообщался, наверное, с порядка нескольким десятком специалистов, которые его добывают, из него что-то делают, так или иначе являются обожателями данного камня, да? Вообще, как вы к этому пришли, насколько вот те качества, которые, собственно, нефрит, так скажем, излучает, помогают вам? В чем помогают? И почему такая вот искренняя любовь к камню? Для меня это характерно. Все-таки я еще китайец, типа, немножко. И разобраться в том, что составляет костяк вообще китайской системы ценностей, это была очень важная тема для Китая. И на протяжении нескольких тысяч лет символом ценности являлся всегда нефрит, как таково. И поэтому поговорка эта чудесная, у золота есть цена, а у нефрита нет цены, он бесценен, да? Довольно было сложно подойти, потому что где ты с ним познакомишься? Там в музеях тебе его не покажут и так далее. Он, следовательно, на базарах. А на базарах как ты там можешь, в китайских этих рынках и так далее, значит, как ты можешь, ты можно только через деньги. Для этого ты вступаешь в денежную коммуникацию и начинаешь приобретать предметы. А так как они стоят немалых денег всегда в Китае нефрит, хороший нефрит всегда стоит немалых денег, да? А то, следовательно, тебе желательно бы разбираться, потому что ты понимаешь, что рынок это рынок. У него там сложные суровые законы рынка, значит, ты купил, думал, что купил нефрит, оказалось гипс, понимаешь, но только задорого, да? Ну, это я утрирую, конечно, но тем не менее есть масса каких-то критериев, градаций и так далее, которые там нефрит делают диапазон цен от единиц до миллионов, да? И если ты не специалист, ты никогда не определишь ценность как таковую, да? Даже специалист не может определить абсолютной ценности, у нефрита нет вообще в этом суть этого цены. И мне было очень интересно овладеть этой темой. Я сказал, что мне очень интересно понять, как устроен вот этот менталитет материальной ценности и определения в Китае. Я просто пошел на базар и начал покупать нефрит, значит, лет там 25-30 тому назад, понимаешь? Вот. И, в принципе, дальше как-то ты, когда делаешь шаг куда-то по направлению к этой какой-то реальности, реально сделать шаг навстречу тебе. Я познакомился с людьми, профессионалами, с уйгурами. Мне повезло познакомиться, причем с уйгурами, главными по добыче нефрита в Китае. Значит, более того, стать очень близким с ними через какое-то время, там, по сути дела, родственники, там и родственные связи, там стать в какой-то... Они меня считали наставником своим. И, последовательно, я получил доступ к огромному количеству разных камней. И отследил всю эту тему от точки добычи, да, вот это вот, когда где стоят драги, экскаваторы, значит, на вот эти, на Алювия, где река Хатан, там, значит, где вот на этих драгах. Вы, кстати, планировали поездку туда? Да, туда съездим как-нибудь. Ну, сейчас полегчает чуть-чуть. Мне не дали, кстати, визу китайцы. А я не очень хотел, честно тебе скажу, но это была очень характерная такая история. Что-то там, вот, видишь, так движется, потому что, в принципе, я все равно всегда исхожу из реальности. У них нет оснований мне визу не давать. Никаких внутренних. Там, они меня снимают, там, центральным телевидением, как там, выдающий все Китаеведа, там, там, у меня какой-то книг про Китай. Я для Китая здесь, для этого, для того, чтобы его воспринимание хорошо сделал больше, чем там все общество советско-китайской дружбы российской Китая. Однозначно. Да-да-да, понимаешь? И тут они мне визу не дают. Это очень такой интересный курьез, значит, как таковой. Ну, посмотрим, куда оно там придет. А я так, ну, не дают и не надо, что, полетим на Бали. Что нам Китай, знаешь, как бы. Это тоже неплохо, знаешь. Нас и здесь неплохо кормят. И в деревне у нас хорошо, и в бане есть. Вот. И, опять же, вот, если двигаться по этой теме, по этому, по нефриту, то, в конечном счете, я действительно сейчас знаю, наверное, про нефрит гораздо больше многих китайцев. Именно потому, что я так этому испытывал любовь нематериальную. Ну, во-первых, я никогда не... У меня не было темы коллекционировать его. Не было темы им торговать. У меня была тема понять и научиться им пользоваться. Вот я понимал и учился, там, знаешь, как бы читал книги, там, пропустил через руки десятки тысяч предметов, там, какие-то. Я потратил на это какие-то немалые деньги за эти годы, да? То есть, получается, вы им не торгуете. Вы просто обмениваете его на деньги. Ну, да, по сути дела, меняю камень на бумагу. Это меняет ход нашей дискуссии. Да, да, да. Я им не торгую. Это стопроцентно, конечно. А вот то, что на вас, банальный вопрос, понимаю, что задают его постоянно. Но все-таки, вот, как оно вам помогает? Я знаю, что вы спите с камнями, я знаю, что вы практикуете с камнями, снимаетесь с камнями, значит. Ну, да, есть какие-то предметы, которые я вообще не снимаю с себя, да? Вот эти вот, как эту серию браслетов, пока не рвутся какие-то эти завязки, там, тогда иногда меняешь, да? Там, если завязки бывают, рвутся у них какие-то. Но, в целом, может, это привычка. Я же живу в мире, где сознание, его основное качество – это самовнушение, знаешь, типа, там непонятного, непонятного вида деталь, что она должна как-то влиять на мой мир. У меня, в частности, вот два предмета. Вот один – это гайка, а другой – вот этот кружок. Гайка, по идее, вот эта вот работает с силами пространства, это шаманский предмет, он называется цун, считается, что он работает, значит, это вот энергия неба внутри, а здесь энергия земли. А этот вот еще с этим здесь фен, птица Феникс, по сути дела, да, это энергия времени. Здесь вот эти волны времени, они расходятся, да? А это вот, а это еще немного еще, это на богатство, чуть-чуть и долгое время, значит, такая обезьянка на персике. Ну, я просто люблю этот предмет, очень он такой прямо ласковый, такой очень я его… Я обычно стараюсь не перебарщивать, когда берешь, и этот еще хочется взять, и этот чуть подкорректировать. Но вот это вот сейчас на конкретное равновесие времени и пространства, на равновесие материального идеального мира по причине того, что, ну, периодически требуется его чуть-чуть корректировать, баланс находить, да? И вот вопрос, работает это или нет? Я когда начал с нефритом сталкиваться, так и окей, я в какой-то момент понял, что, ну, в принципе, нефрит делает меня богатым, да? И, ну, как-то это… Ну, богатым ментально. Да нет, ну, вообще в целом. Ну, богатый – это когда у тебя всего достаточно. То есть я за протяжении каких-то там большого количества лет у меня не бывает, что мне на что-то не хватает чего-то. То есть у меня всегда есть все, что мне хочется. Понимаешь? Совпадают потребности? Да, совпадают потребности и возможности. Как-то это складывается всегда. Тут не было такого варианта, что мне вот это вот… Мне надо это, а у меня на это нет. Как подойти к изучению нефрита? Ну, конечно же, простая вещь – какой-то предмет приобрести. Совершенно не обязательно у меня. Сейчас много людей предлагают как-то. Лучше всего где-нибудь там в сети с тем, чтобы потом разочароваться, чтобы тебе фуфло подсунуть. Вот, лучше дорого. Ну, и книжки почитать. Ну, а книжка, собственно говоря, есть моя про нефрит. Вот я знаю. Какая-то еще была про культуру нефрита какого-то китаеведа, небольшая брошюрка такая, я не помню, как его фамилия, но он его там называет Яшмой, значит, потому что так принято… Была такая ошибка в китаеведении, значит, где нефрит, начали переводить слово Юй как Яшма, знаешь, типа, по причине того, что… А здесь же еще проблема была, что огромное количество китаеведов, особенно вот каких-то 70-х, 80-х годов, никогда в Китае не было и ничего не видела, понимаешь? В общем, яшма и яшма. Яшма и яшма, слово тоже красиво, но и яшму-то не видела, понимаешь, какая штука. Вот стали называть Яшмой. И он мне, значит, он пишет в предисловии, да, я знаю, что большая часть это нефрит, но вот традиционно в китаеведении называется яшмой. Ну, это, конечно, такое… Но Юй вообще называют все, что угодно сейчас похоже на нефрит. Нет, ну Юй, ба Юй, особенно Юй, все равно нет. Все, что угодно они называют, ну, как бы люди, которые понимают в этом раскладе, понимают, что Юй – это нефрит. Прямо это точно совершенно. Но могут фейтсхуй, вот это вот, что-то их назвать, схуй Юй, да, вот это вот зеленый, например, Юй может, но все равно уточнят, что это все-таки фейтсхуй, что это же пуши Юй, это же фейтсхуй, это не нефрит, это фейтсхуй, это бирюза, да. Значит, вот эти вот, какие там еще камни? Например, Агат, Агаты там, предположим, все равно Манао, но все равно его назовут Манао. В каком-то контексте Агат могут назвать нефритом. Агат могут назвать нефритом, но нефрит Агатом никогда не назовут. Вот в этом прикол, что вот глядя на этот камень, здесь вот тоже красные изменения, никто не скажет, что это Манао, что это Агат. А вот на Агатовую историю, вот как, ну, вот это Агат, или вот это Халцедон, вот это Халцедон желтый, да, его могут назвать Хуан Юй. Но скажут, ну, это, это, это же Манао, это Манао, это Агат на самом деле, но Грби, Грби Тхан Хуан Юй из пустыни Гоби желтый нефрит. Его так могут назвать. Это Агат пустыни Гоби, а его называют... Его могут назвать желтым нефритом. Уникальное качество, кстати. Но я еще раз говорю, но нефрит никогда не назовут никаким другим словом, да. То есть Юй, это описание как бы высшего уровня магичности вот качества камня. Удивительно, знаете, что я как-то был в Гуанчжоу и анализировал потом рынок нефритов в Гуанчжоу, и какое количество там просто денег. Потому что там невероятные суммы за те изделия, которые, собственно, они там продают, они это делают легко, непринужденно, там нет особой охраны, так скажем, то есть все на прилавке, и когда ты понимаешь, что вещь стоит сотни тысяч долларов, она лежит на уголке, значит, стола, и никто ее не берет, и там нет воров, которые там, так скажем, нужно бояться. Тайбор есть, кстати говоря. Ну, наверное, какие-то залетные есть, без слова. Как-то работает вся система. Да, система работает, то, что, да, то, что там доверие выстроено между покупателем и продавцом, оно как бы на хорошем, таком понятном уровне. И здесь нужно говорить о том, что вот эта культура, она разрослась, по большому счету, имеет под собой четкий эквивалент финансовый, четкую структуру, идеологию, там, огромный рынок. Мне кажется, этот рынок может превышать российский рынок золота в несколько раз, если не в десятках. Вот, по большому счету, почему китайцы так его любят? У меня есть один мой ментор, по жизни мой дядя. Я когда ему спросил, я его спросил, он очень много работал с китайцами, он говорит, слушай, китайцу нужно сказать, что этот предмет приносит ему здоровье. Все. И он от него не отойдет. Вот нефрит приносит ли здоровье, вообще, по большому счету, и принятие мира через данный камень влияет ли на здоровье? Ну, влияет, конечно, да. Мне кажется, вот здесь же вопрос, ну, я, опять же, я очень много еще с нефритом себя массирую, да, значит, такие вот, как гуаша вот это вот, значит, скрипками. Это у меня часть утренней практики, у меня, правда, этот скребок, он там, ну, это же такой камень, какой крутой, значит, резной этот. Не продается? Нет, ну, конечно, я с ним несколько лет взаимодействую с собой, просто таких денег нет. Вот, это, который продается, но таких денег нет. Я использую камень, вот, постоянно, для массажа тоже, да, но при этом, конечно, ну, потом я все время тру нефрит, у меня же предметы большие какие-то рядом с собой. Предметы, конечно, колоссальные. Вот, и я, как бы, вот эта вот привычка тереть этого какого-то объекта, значит, оно, конечно, оно что-то делает, но это очень такие какие-то тонкие, что ли, малоуловимые волны, ну, может, может, поэтому у меня и не бывает каких-то там депрессивных состояний никогда, значит, состояние по большей части всегда ровное. Ну, по большому счету, в вашем возрасте, грубо говоря, люди склонны к заболеваниям определенным, хронического профиля, да? Ну, так, если проанализировать, наверное, есть сейчас молодые, которые склонны к большей степени, нежели чем вы. Я, честно сказать, в силу того, что я у доктора был последний раз в 18 лет, сложно сказать, к каким заболеваниям я склонен, видишь, как бы, в основном у меня такие общения с врачами, вот как сейчас, вот, а еще я вот это вот, ну, и все, да, 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 но тут еще нужно отдать должное фактически практикам, которые существуют, ну, я, собственно, я мониторю состояние своего тела, да, и внутри, и вовне, конечно, мониторю, и в силу того, что я переводил, большое количество книжек по китайской медицине, там, мне понятны какие-то базовые основания. Почему китайский язык? Почему древнекитайский? Вы владеете девятью языками. Китайский язык случайно получился, китайский язык, а вот древнекитайский уже не случайно. Потом, когда я захотел получить ответы на вопросы об устройстве этого мира, поэтому тогда вот я понял, что это только в древнем языке есть эти ответы на эти вопросы. Вот это, вот эти формулировки, смысловые гаммы, да, знания, те те знания, которые, которые дают возможность получить ответы на эти вопросы, они сформулированы на древних языках, в силу того, что у меня в то время в доступ убил только китайский язык, я не мог изучать санскрит, не было учебников или древнеегипетский, шумеро-акадский, невозможно было, я жил в городе Хабаровске в то время, это был 79-й год, 80-й, когда я искал, что мне надо. — Опять пытливость ума привела к изучению. — Да, древнекитайский. — Вообще, эти ментальные практики изучения языка помогают улучшить функцию мозга, на ваш взгляд? — Сложно сказать, улучшаю ли я себе функцию мозга, но мне нравится работать с помощью этой как-то, ментальную сферу как-то напрягать все время. — А какой язык следующий хотели бы вы учите? — Слушай, ну я учу сейчас же древнетюркский. — Что вы говорите? — Я работаю с древнетюркским. Ну, руник. То есть, более то, мы с моей коллегой Федором же перевели одну единственную книгу, которая на древнетюркском существует как книга. Это Эркбетик, книга знаков, да? В совместность мы там раскладе. Я, конечно, там копаюсь все время в этом древнетюркском языке. Ну, и руны учу там, и какого устройства этого языка. Вообще, устройство тюркских языков меня очень интересует. — Цель? — Ну нет. Цель — это, видишь, тюркская, тюркская, тюркская этника — это максимальное распространение по планете. И в Евразии это точно. То есть, если мы берем Евразийский континент, это от якутов до гагаузов. Понимаешь, вот это вот идет, это вот эта вот линия, это волна невероятная, да? Значит, с очень разными какими-то культурными отличиями, но объединенными общим языковым полем и общей какой-то ментальностью. У всех у них в древности был вот этот вот древний тюркский рунический алфавит. Значит, и вот этот базовый текст, Иркбетик — это то, что объединяло Евразию в целом. У меня вообще есть такое понимание, что я раньше думал, что, значит, тюркские и славянские языки, они где-то смыкаются в какой-то древности, да? Значит, но сейчас я вижу, что вот это, что русский человек — это человек, который исповедует ценности русской языковой культуры. Это не национальный признак, не к покрови, да, русский человек, русский человек — это языковой, ментально-семантический такой знак. — Если брать противостояние в соседность стройную у нас, то это как-то... — Нет, русская языковая культура и украинская языковая культура — это две разных вещи абсолютно. — Ну, многие из них говорят по-русски. — Они многие говорят по-русски, и это совершенно не мешает никаким русским быть дураками, кстати говоря, при этом. Но в целом русский человек, который исповедует ценности русской языковой культуры, да, и они есть в определенной степени, там их бы может лучше описать, точнее определить, но вот в русском языке очень много тюркизмов. Гораздо больше, кстати, чем в украинском. — Карандаш, барабан, диван? — Ой, ну, помимо этого, туман, атлас, башлык и шар, штаны, сумка. Я тебе могу перечислять их, до 30% слов корней тюркского характера. И они понятны только, вот, когда ты понимаешь руническое письмо, куда они происходят. Брат — слово, знаешь, такое слово «брат». Что такое «брат»? Ты говорил, да? — Нет. — Брата. Один отец. Бир... — А, бирата. — Бирата, да. — Один отец, да, получается. — Конечно. — Что такое счастье? — Счастье — это правильное расположение себя во времени. Час в час на славянском языке означает время. Не единицу времени, а время. Ну вот как раз на этом чудесном украинском языке пидчас руку во время движения. Пидчас. — Вообще, если говорить про восприятие времени, да, по-большому, есть пять органов чувств, мы как-то их можем тренировать, как-то обдумать о окружении, так скажем. Но вот чувство времени, во-первых, оно не у всех присутствует, по-большому счету, да? На мой взгляд, только мудрецы обладают вот таким анализом, там, десятилетним, когда могут найти правду в каких-то десятилетних циклах или в люстрах, там, по семь лет, там, и так далее. Вообще, как вы относитесь к анализу времени, вот к этому потоку? — Чувство времени прям физиологически, ты знаешь, вот почему у современных людей слабая печень, подавляющая большинство, потому что по китайской медицине печень — это субстанции, которые называются хунь, их три, саньхунь, значит, их три души называют такие, и они отвечают за чувство времени. И они связаны с дыханием, им противоположны легкие, да, вот печень и легкие — это дерево и металл. В дереве же в легких располагаются ци-пхо, си-эм-пхо, таких более таких материальных, сабстеншиал, таких духов, да. И вот они во взаимодействии, в этом легкие и печень, значит, вот печень, поэтому у огромного количества западных людей слабая, поэтому столько раздражения, столько ненависти, столько ревности, столько зависти — это дисфункции печени, по большому счету, именно потому что человек не чувствует времени. — Вообще, вот, если брать отношение, да, к миру, при этом при всем сосуществом чувства времени, как миру доверять? — А доверять надо миру, а не этим, как его называется, не соцсетям. — Ну, а как соцсетия — это часть мира? — Ну, как бы, вот есть фиговина, что ей доверять или не доверять? Вот она, вот, вот, предмет, да и предмет, или стакан, ну что доверять? Не разливается, да и все. Доверять-то надо только, здесь же вопрос о доверии возник, это уже доорская тема, только тогда, когда у тебя недоверие возникает, понимаешь? А иначе что тебе доверять и не доверять? — От противоположных. — Конечно, знаешь, этот Даудэдзин же чудесно говорит, если в тебе недостаточно веры, то и мир не верит в тебя. — Вообще, по большому счету, огромное количество мусора, информационного шума, то, что вы говорили касательно соцсетей, которые давят на людей, которые меняют, и я как врач могу сказать о том, что в эру ковида, который, благо, прошел у нас, дай бог, просто люди сходили с ума. От количества самоназначения процедур компьютерной томографии там по одному разу в неделю у меня был один пациент, он шестой раз пришел на КТ, мы только увидели, значит, он сам записывается и ходит. Ходит, берет исследование и уходит. Мы его поймали, говорили, зачем ты ходишь? Вот я раз в месяц решил облучаться, делать себе исследование. В этом смысла нет, у тебя даже проявлений нет никаких. Но он гарантированно придумал себе там какую-то парадигму. Люди такие робкие, трепетные существуют. Да, да, да. Вот с точки зрения влияния информационного шума, влияния людей, которые создают, я прям чувствую, что в некоторых историях прям создается информационный шум, но можно было уже систематизировать процесс. Можно. Причем я не говорю сейчас о органах власти, я говорю даже там о каких-то общественниках или о некоторых докторах неблагополучных, так скажем, которые хотят создать себе имя и, грубо говоря, еще накручивают, бедных пациентов, которые так уже трепетно относятся, уже не знают, что делать, собственно, здоровьем. Вообще, как реагировать на этот информационный шум, как вот в нем выбирать аппарадигму правды? Желательно не вступать с ним в контакт. Грязное водило, что не купаться. Действительно, прям туда не лезть вообще, не соприкасаться-то там. Она вирусная. Я на самом начале какой-то человек очень умный пост написал, ковида имеется в виду, что вот это первое, мы сталкиваемся с биоинформационным заболеванием, биоинформационной эпидемией. Так оно и было. Было дело, да. Я тоже находил эту историю. Да-да-да. И огромное количество людей заболевало только потому, что информация их перебивала. То есть, понятное дело, что вирус там появлялся, потом там и так далее. Абсолютно солидарен. Больше скажу, многие, исходя из-за вот такого рода влияния, получали серьезные осложнения, умирали люди. Умирали просто-напросто. Да, просто умирали. Я хочу сказать, у меня, в принципе, все переболели, абсолютно все, значит, в этом. И ничего страшного как бы. В некоторых ваших интервью вы упоминали аврамические парадигмы, аврамические транзиции. Вообще, как к этому относиться, что это такое, почему это важно? По сути дела, мир, аврамическая парадигма, это способ, что ли, познания мира, который основывается на базовых постулатах и принципах, и сложенных в Библии, в Ветхом Завете, в первую очередь, да, еврейском пятикниже, как таковом, плюс аврамическая парадигма, она развита в исламе и во всех абсолютно христианских направлениях и сектах, и исламских тоже, потому что, как бы там оно не расходилось на какие-то там sectarian, да, вот разделы, если в данном случае секты, это означает разделы и отдел в лай по-латыни, да, секция, да, вся секция секционная, она не расходилась, тем не менее, в основе лежат один и тот же подход к созданию мира, это креационистский подход, вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, значит, потом вот все вот происходит, происходит, там на пятый день он светил, а на второй день там свет, и так далее, там тварями живыми населил всю эту историю, и это все равно лежит в основе, и в основе абрамического подхода лежит, что этот мир обязательно закончится, закончится, и закончится он пришествие Машиаха, Мессии и так далее, да, вот это вот, Махди, там, значит, кто-то должен прийти, возвестить, значит, и начать отделять вот эти вот козлищи от этих, от агнцев, ну, какая-то разборка будет серьезная, потом свет выключат, значит, и те вот, кого отделили в правильную сторону, будут жить со светом, а те, которых неправильно, без света, я так понимаю, вот, и это я тебе хочу сказать, вся культура западная, авраамическая, она этим пронизана, она пронизана ожиданием конца света, это абсолютно весь Голливуд, значит, со всеми этими, значит, вот этими героями, спасателями, значит, уничтожения, это вот это сейчас трепет этого современного мира по поводу, бахнут ядерным оружием или не бахнут, понимаешь, а он, надо сказать, я тебе хочу сказать, я постарше, мне было когда-то, сколько, 20 лет, это то же самое, летит какой-нибудь этот самолет, ты думаешь, ядерная бомба, это не линия, потому что пугали точно так же, там же был этот Карибский кризис, там только еще придумали, еще эта вся история, было страшно здесь все время там жить, пока вот не занялся какими-то этими. А если брать китайскую идеологию, там нет судного дня? Нету. Нет, никакой там судный день, ты что, в китайской идеологии, значит, в цикле 26 миллионов, 690 тысяч, 40 лет, сейчас идет 10 миллионов, 155 тысяч, 1938 год, в общем, как-то времени еще валом. Нормально у ребятцы, да? Да, да, и этих циклов бесконечное количество, все идет циклично, а я, я писал это еще, и мое вот это восприятие последних этих дней, я все время вот эту вот, дурную вот эту махину, значит, эту планету Земля, которая еще вокруг своей оси вращается, как волчок, очень быстро, 30 километров в секунду, она летит в космосе, Солнце еще с какой-то, еще быстрее вокруг себя вращается, столько много суеты в этой вселенной, мне не нравится эта концепция вообще мира, понимаешь, типа, я предпочитаю про китов, что-нибудь такое, типа, вот это, черепахи, да, вот это, вот, результаты те же, понимаешь, а спокойнее с ними. восприятие по-другому влияет. Восприятие другое, конечно, видишь, мифологическая технология описания мира, она не хуже, чем научно-позитивистская, да, и вот это вот вся научно-позитивистская конструкция, где вот это вот какие-то с бесконечной скоростью, какие-то нейтрины шмыкают через тебя, понимаешь, какие-то кварки там, суетенцы, нафиг это мне надо, зачем это надо нашим детям? Солнышко, это не вот это вот не горящее, кипящее 10 миллионов градусов, понимаешь, это ласковые лучи на полянах земляники. Вы знаете, внучка Бексерева как-то один раз сказала о том, что смерти не существует. Как вы относитесь к этому выражению? Вот что касается, верите вы в реинкарнацию? Я, знаешь, у меня же есть чудесное, здесь мы покупаем или продаем, вопрос бюджета. Я про реинкарнацию, здесь вот это основное, я отношусь к реинкарнации нормально, что с этим делать, понимаешь, какая штука. Меня само по себе ничего не беспокоит и не успокаивает. Ну, есть реинкарнация, нет реинкарнации. А кому какая разница? Хорошо сидим, да, даже. А кому, а кому какое дело, где он вещи достает, понимаешь. Но все-таки, по вашему убеждению, вот если братья вам... Может быть, а может и не быть, в равной степени зависит от твоей картины мира. То есть, ты можешь попадать в совершенно разные милы в зависимости от того, какую картину мира ты написал. И есть один, вот этот эталонный, такой вот страшный, где вот сейчас вот-вот что-то бахнет, там, трахнет, эти пойдут на этих, понимаешь. И есть еще вот какой-то бесконечный какие-нибудь, ну, помимо фантастических каких-нибудь, Пелевеншин и Хроник Амбера, там, Телурии какой-нибудь, знаешь, типа, есть еще. И то, что ты можешь придумать, есть действительно миры какого-нибудь, Мандельштама, Пастернака, там, была Ахмадулина, там, и Уолта Уитмана, знаешь, типа, Антуана де Сент-Экзупери, это все существует одновременно. И Германа Гейса с «Игрой в бисер», понимаешь, и древних китайских романов. Нам вот лучше туда как-то вот суваливать. То есть, по-большому смысл в том, то, что выдающиеся люди, которые реализуют собственного гения, это те люди, которые придумали собственные миры, и в них себя прекрасно чувствуют. То есть, они абстрагированы. И предложили еще и другим, конечно. Это очень интересная тема, я недавно слышал, что сбил Антуан де Сент-Экзупери, значит, он же погиб в конце войны, когда его не пускали летать, он уже был знаменитым писателем, вылетел, его кто-то сбил, значит, он погиб. И через 40 лет, значит, бывший немецкий летчик признался, что это он его сбил, при этом он все 40 лет был великим почитателем творчества его. И он говорит, я не знал, что он там был. Это просто, вот вылетел в самолет, я его подбил. Я хочу сказать, этих миров существует много. И вот, чем больше ты создаешь миров таких каких-то, своих миров, я не знаю, миров там нефритовой магии, там чайной культуры, я не знаю, каких-то художественного восприятия, там метамодерна, какого-нибудь. семейных ритуалов. Семейных обрядов, конечно, ритуалов, каких-то там праздниц, каких-то там, тем правильней вся эта конструкция выстроится там. А там эти телеграм-каналы, они как-то сами между собой разосрутся и уйдут куда-нибудь. Вообще много руганий, согласитесь, вот этой напряженности. Печень, я же сказал, печень у всех больная, время не чувствует ни хрена. Печень больная, а из больной печени у нас еще гневливость, ненависть, зависть, значит, вот это вот, все время хочется плеваться ядом, там она что-то, желчи много образуется. Но вот смотрите, если брать идеологию китайцев тоже, китайская нация нельзя ее назвать самой здоровой в мире, да? Нет, нельзя назвать. Ну, их, с одной стороны, больше, и выборка, собственно, здоровых меньше, да? Это ты же, не ты мне говорил, что у них сейчас продолжительность жизни уже больше, чем у нас. Нет, нет, я бы говорил, на статистику. Надо статистику изучить в этом плане. Но все равно, вот, грубо говоря, если брать европейскую медицину, мы работаем больше с острыми состояниями, по большому счету. Попробуй вылечить идеологии меридианов или взаимодействия органов и систем внутри по китайской теме и различного рода препаратов, которые они рекомендуют, вылечить острое состояние практически невозможно. Это фактически хирургия. И на этом постулате стоит развитие. То есть, точка открепления это реализация, закрытие вопросов с острыми состояниями. Поэтому в России одна из лучших скоропомощных, собственно, историй. То есть, скорая помощь в России это просто лучшая скорая помощь в мире. То есть, вот это однозначно. Но по большому счету, наверное, стоит переходить к новой модели здравоохранения. И здесь у нас есть большой плюс. Буквально сегодня я читал статью, Михаил Альбельевич Мурашко заявил о том, что разработана целая идеология по ремонту медицинских объектов, где делаются по определенным лекалам, уже собранным, систематизируют помещение, мебель, инсоляцию, я имею в виду, свет и так далее. Ну, в общем, делают все и для пациента ориентированной модели, и для врачебно-ориентированной модели. И в конечном итоге мы получаем довольного и врача, и пациента. И, наверное, как говорит классик, когда они вместе найдут общий язык, и врач на свою сторону перетянет пациентов, у них есть вероятность победить болезнь. Почему идеология китайской медицины не приживается у нас от... Слушай, слишком сложные базовые постулаты. Все-таки. Очень сложно. Вот это вот аврамическая и конфуцианская модели, разные сильно, понимаешь. Это связано с этим. Ну, трудно человеку западному мыслить в контексте вот этих вот взаимодействия каких-то энергий. В чем трудность? В чем трудность? В каких-то металлов, каких-то дерева и металл. Да что это там просто? Там пять знаков. это понятно, но все равно вот в целом подавляющее большие студии никак не можешь понять, что такое иниян, понимаешь? Иниян, значит. А это силы света и силы тьмы. А у нас как только силы тьмы звучит слово, значит, уже все, да. Или вот иниян это, знаете, чистая сила и нечистая сила, понимаешь, какая штука прозвучала. А так как еще это и женская, и все, понимаешь? И там масса... Ну, это баланс фактически. Это баланс, конечно, да. Но силы света и силы тьмы, это действительно так. Ты просыпаешься и засыпаешь там, ты заглядываешь внутрь, открываешь глаза, ты все время мигаешь вообще там с какой-то и у тебя меняется свет. Систола, диастола. Да, систола, диастола. Абсолютно точно. Если говорить о питании и о том, что все-таки мы то, что мы едим. Вот мы немножко затронули тему молочных продуктов. Перцы даже, когда перцы поговорили о настройке на в целом продукты питания, реально бывает у детей даже. Вот я замечаю, дети же тоже наши большие учителя. Там приходят, говорят, я хочу чая, к примеру, да. Причем чая, сделай мне значит такого с минимальным количеством разбавления кипятком. И фактически дети иной раз ближе настроены к продуктам, особенно если они не загрязнены где-то в школе или в садике какой-то там ерундой, так скажем. Да, вот если они питаются с грядки, особенно летом это хорошо видно. Я вот смотрю по своим. Вообще, вот как правильно питаться, как правильно подойти к системе питания, вот, и согласны ли вы с этой идеологией мы то, что мы едим? Слушай, питаться надо регулярно, значит, регулярность, регулярность завтрак, обед, ужин, да, и, следовательно, действительно, максимальная, с моей точки зрения, максимальная, значит, плотность еды это завтрак, конечно же, там, обед средний какой-то, там, и ужин минимальный, минимальный, но и однозначно время, завтрак с 7 до 9, обед с 11 до часу, ужин там, с 6 до 8, или там с 5 до 7 даже, даже 8 уже много, да, потому что включаются определенные каналы меридианов, определенные эти системы, и, например, по китайской медицине считается, что во второй половине дня начинает работать и непищеварительная функция резко падает, и ты как-то туда что-то не напихай, оно просто у тебя лежит мертвым грузом, да, там, гниет до утра. Я это очень четко чувствую именно вот по своим этим утренним просыпаниям и по занятиям. Я там делаю каких-то много каких-то упражнений, которые, в зависимости от того, что там у тебя, они по-разному делаются, значит, и потом, значит, сочетаемость продуктов, конечно же, там, значит, это отдельная тема, сезонность продуктов обязательная, да, вот то, что мы уже, плюс вот эти вот так называемые разного рода биодобавки, значит, это в том числе и чай тоже, это какие-то травки определенные, корешки там возможные, которые там продлевают, усиливают и мунка, и так далее, да, вот, ну, лучше знать, для чего ты употребляешь, там, типа, очень хорошо, там, чай с мятой, там, или там, с золотым корнем, там, или что-то заварить, или лимонник, и так далее, или женьшень, все говорят, там, нужно точно понимать, когда, сколько и зачем. Ну, женьшень на ночь пить-то. Женьшень вообще лучше не пить, вообще, как таковой женьшень, он входит в состав лекарств, обстреленных, да, или там, если его пьют какими-то каплями, совсем немного, да, вот если он спиртовая настойка, значит, если ты хороший женьшень, то, а вообще женьшень, это обычно там растение, вот, китайской медицине, фармакологии, да, там, рецепт строится, там есть император, значит, рецепт, есть министры, да, есть полководцы, есть народ, и вот в зависимости от этого каждый выполняет свою функцию. И каждому человеку индивидуально. Да, каждому человеку индивидуально, конечно. Фактически мы сейчас расшифровываем геном, и получается, понимаем о том, какое питание тому или иному человеку в зависимости от расшифровки его генома подходит, и вот таким образом уже научно приходим к систематизации процессов питания. Да, хотя китайская медицина, она дает возможность прийти императивным путем. Она не императивным, китайская медицина, она имеет свою теорию, она имеет свои, там, это другая система теоретических каких-то постулатов. У китайцев все там тоже понятно абсолютно. Если ты в глубинную тему лезешь, так там и фармакология там совершенно прописана. Это если ты берешь древние фармакологические трактаты, ну, не древние, старые, старые, это Бенцхаогенму, это 15 век, да, который является главным фармологическим трактатом, на основании которого делается лекарство и сейчас. Все практически. Китайские. Да, да, да. Китайская традиционная фармакология, которая вся органическая, по сути дела. Да, все фактически есть. Без химии. Ну, да, да, Хотя, в принципе, сейчас в Китае очень много препаратов. Ну, они производят какие-то, но тем не менее, это вот китайская, она есть китайская, все равно, вот есть по китайской традиционной медицине. Я вот все время вспоминаю, я какое-то время назад слышал цикл лекций, где очень хороший такой лектор, врач китайской медицины, описывает на каждую лекцию один препарат, традиционный китайский, а рецепт, фан, рецепт он берет, значит, берет и расписывает, как он работает, кем он был придуман, откуда он происходит, там, знаешь, типа там, и вот, ты приходишь вообще к вот, нюхуан, лю, вэй, как-то, дюхуан ван, ван, да, значит, ну, такой, значит, очень известный рецепт, он, типа, там, почки укрепляет сильно, значит, как такой, в 11 веке был создан, значит, я слышал тоже целую лекцию, как человек распитывает, насколько гениально построенный рецепт. Можно ссылочку будет? Да, да, но она на китайском медицине. Прикрепим к коллегам. Я люблю это выражение, когда, говорит, два ученика пришли к старцу, говорит, научилась медитировать, говорит, садитесь и думайте о хорошем. Один просидел, пять лет встал, говорит, все, я ушел, говорит, не научился, а другой сидел 20 лет, и говорит, слушай, ну, я, говорит, себе на все вопросы ответил, все нашел, все разобрался, ну, ты меня научишь медитировать или нет? Говорит, так ты все эти 20 лет и медитировал. Вообще, как вы относитесь к медитации, значит, нужно ли это, как к ней подходить правильно? Слушай, вот в этой традиции китайской, которую там мне близко, даоская, это медитация, это способность внимательно наблюдать за своим дыханием, избавляясь от ненужных мыслей. Вообще, вот ум пытлив, постоянно накидывает какие-то... Ум, значит, я себе все время, знаешь, мне какой образ? Вот это вот, вот канализацию прорвало, это на поверхности плавает, что-то так волнуется, там, какие-то куски, значит, не очень. Вот это вот ум, понимаешь, что-то там что-то на поверхности плавает. А ценность в чем? А ценность заключается в способности волевым усилиям достигать состояния покоя. И как оно характеризуется в целом? Характеризуется тем, что ты сидишь, спокойно дышишь, и у тебя нет мысли. Вот баню вы любите, да, вот баню. В бане есть такое состояние прострации. Да, да, вот это вот и есть. Состояние недумания. Абсолютно точно, да. И фактически в бане она вообще, мне кажется, быстрее всего приходит. Приходит, да, потому что там меняется чуть-чуть вот эти температурные, внутренняя история, плюс вот эти вот травы работают. Через запах же тоже идет, это там поступление веществ всех необходимых в организм. Вы боитесь смерти? Ну, конечно, нет. А что для вас переход? Слушай, самая важная точка, очень, самый главный центр интереса моей жизни, знаешь, в правильном состоянии прийти в нужный момент в эту точку. Точку неизбежности? Да, как бы, это так даже вообще вопрос не стоит, понимаешь, тебе в этом. Понятное дело, что это обязательно случится, это необходимо. Мне очень важно понять, вот это вот, быть в том состоянии, чтобы вот-вот-вот осознанно предоставить на краю, понимаешь, посмотреть вот эту вот точку, вот-вот, знаешь, вот это вот, это там, а это здесь. Знаешь, вот запомним этот момент, и когда мы там будем уходить, я уходить, ты бы, все будут уходить, понимаешь, какая штука, задержись на краю, посмотри, а глянь, посмотри, подумай, есть ли у тебя выбор? А выбора нет. Я не знаю. И ты не знаешь, никто не знает. Потому что, видишь, как все уверены, что выбора нет, потому что, поэтому его и нет. Да. У меня вопрос будет немножко нетрадиционный для классической медицины. По большому счету, наверное, за последние 10-15 лет такое учение Тимоти Лири, который, Станислав Хофф, собственно, реализовывал через... Да, Станислав Грофф. Вот. Ну, я к тому, что Тимоти Лири, он же больше по практикам, которые фактически лежали в плоскости ЛСД. Ну, с веществами. Да, с веществами. Препараты, которые были изобретены швейцарскими психиатрами для, собственно, психотерапии. Случайно же какой-то персонаж. Ну, случайно, да. Случайно, из Парыньи он там синтезировал этот ЛСД. Вообще, как к этому относиться? Я к тому, что некоторые товарищи, они пропагандируют и через холотроп, вот как раз видение вот этих точек... Переживание состояния. Да, точек опоры. Насколько это твердое вообще, насколько с этим в современном мире необходимо быть, так скажем, я им сейчас говорю о разрешенных практиках. Холотроп, ну пусть будет кто-то там, безусловно, ездит в разные страны для различных практик. Но вот как вы лично к этому относитесь? Есть и там практики шаманские, различные айвазки, пьетли и так далее. Я, честно сказать, мне нравятся разные состояния, но особо у меня к ним такой тяги никакой нет. Ну вот некоторые коллеги ищут в этом, так скажем, правду. Я не вижу там, твердого. Опыт хороший, но я не вижу никакой, о никаких основаниях там зависать. Вот однозначно. Выключая, я пробовал все эти, конечно, эти вещи, как большую часть всего, что там можно было, что мне было интересно еще в детстве в каком-то, там, значит, подавно, молодым, значит, мне неинтересно. Если говорить по поводу режима в целом, вот вы режимный человек, есть у вас, безусловно, традиции, практики раннего пробуждения, принятия пищи, там и так далее, но по большому счету у вас есть такие истории, когда вы спите только на спине и на твердом. Я вместе с этим сплю на твердом, я как раз сплю на боку. На боку, но на твердом? На твердом, да. А почему на твердом? Слушай, ну, мне как-то это кажется абсолютно правильно. Ну, это аскеза или это не по стенствам? Я с плюс большим комфортом, аскеза, это когда ты мучаешься, тебе тяжело, ты себя преодолеваешь. Нет, мне нравятся камни мои под головой, значит. В какого бога вы верите? В бога? В какого бога я верю? В любого, кстати говоря. Мне все равно какое. Ну, это все-таки аварамическая история? Или это... Да, и в это тоже пойдет. Вопрос бюджета. Вопрос бюджета. Что ж? Это если надо верить, то верим, надо не верить, не верить. Если говорить о привычках, вот по большому счету мы, это сублимация там огромного количества накопленных ментальных программ, которые реализуют, реализуются в определенные, собственно, привычки. Вообще, как понять, привычка верная, правильная, полезная или не полезная? Если она у тебя успокаивает и создает ощущение того, что она длит твое здоровое время, это правильная привычка. Если она, может, дает тебе какие-то резкие, какие-то мощные какие-то переживания, но ты ощущаешь, что они длительности тебе не добавляют здорового проживания жизни, это неправильная привычка. Вы многодетный отец. Вообще, считаете себя хорошим отцом? Нет. Какие правила у вас управления, значит, семьей? Вот. Какие мудрствования и какая роль в рамках передачи знаний и передачи сонастройки с миром детям? Слушай, мне хочется, чтобы им спокойно было всей моей этой команде, по сути дела. И успокоить я их могу только собственным примером и больше ничего. Отец я, ну, такой, так себе. Я сейчас предвкушаю, да, смотришь YouTube, да, и ты как только открываешь, там, 25 минут назад по Украине принято решение, ну, в общем, все такие слоганы, такие жесткие. Вот сейчас что произойдет, наш эфир. Не суетись. Не суетись. Не суетись. А я с утра прям читал этого, у меня, мне чудесную книжку подарил, там, один мой знакомый, мама его, экклезиаст, такое большое, издание красивое, там, хорошее такое, с какими-то, и вот как раз про суету-сует я там читал. Ты думал о том, что хорошо бы сделать, мы там с моим, вот этим коллегой Федором, Чемницыным, хотели как раз сделать, это такое, семь ретритов, таких переменных знаков бытия, семь дней творения, разобрать. С точки зрения книги перемен, книгу бытия и книгу знаков, вот как бы их соединить, сочленики. Вот я думал про суету-сует, и суету-сует на древнееврейском, на еврите, звучит как хаваль хавалим, значит, это означает дышащее дыхание. Хаваль, это дыхание означает, авель, имя авель, кстати говоря, происходит, ну, корень базовый, тоже вот хаваль. Ну, то есть, получается вообще вот идеология мудрецов, которые пришли к тем или иным знаниям, она по большому счету едина. то есть, если их собрать всех, я имею в виду исторических персонажей, выявить... могут и перебраться. Ну, это понятное дело, да. Я имею в виду собрать знания, которые, собственно, они пропагандируют. Разницы большой нет, конечно. Если ты лезешь в глубину, туда достаешь до корней, то разница... Просто под разным соусом, грубо говоря, то же блюдо, только под разным соусом. Ну, эти ошибки переводов. Это как в этом... Это чудесный же анекдот, когда этот полез там в хранилище, и посмотрел оригинал, выскочил, рвать на себе волосы с криком, там было написано, не силибейт, а силибрейт. Букву Р пропустили. Вы знаете, я на вас когда смотрю, у меня возникает ощущение, я на самом деле периодически, когда констатирую факты, там в дневнике записываю, у меня есть там один блок, и я каждому из своих друзей и знакомых даю ту или иную характеристику или ту или иную, тот или иной термин, или вот такую позицию определяю, так скажем. На вас смотрю, и в серии «Жить нужно в кайф». Вот по большому счету. И мой вопрос следующий. Есть ли у вас цели, которые вот реально, при достижении которых, вы бы ощутили вот полный кайф с учетом накопленных знаний прожитого времени? У меня была цель вот этого интервью с тобой, судя по тому, что я считаю полный кайф с учетом времени. Спасибо большое. Очень ценный. Больше не было никаких целей. Спасибо вам большое за эфир, за время, за ту энергию, с которой вы приходите. И я думаю, что мы нашим коллегам и слушателям оставим ссылки на вашу школу, на те продукты, которые вы даете. Они реально сейчас уже достигли очень хорошего уровня. У вас прекрасная команда. Я хотел бы пожелать успехов. Спасибо. В реализации. Уже про цели не говорю. Так это было достигнуто. Все, теперь кайф пошел. Спасибо. Спасибо.